Привет, ребята! Сегодня мы поговорим о миграционных агентах в Австралии. Поехали! Саша, я хотел бы задать тебе несколько вопросов, которые возникают в принципе у меня и возникают у ребят, которые, ну, в общем-то, интересуются и имеют для этого причины, то есть знают, что ты, в общем-то, в очень скором будущем начинаешь таки деятельность миграционного агента. У меня уже финишная прямая. Да, и тебя можно видеть в интернете теперь. Да. Вот, но давай начнем с того, что какую роль миграционного агента ты отводишь для, в общем-то, для этого общества, то есть в австралийском обществе, и каким видишь себя вот в этой роли? Ну, во-первых, я хотел бы сказать о миграционных агентах. Эта профессия изначально придумывалась и делалась австралами, и они делали эту профессию для того, чтобы пускать в страну самых лучших. И один из всех людей, который меня вдохновил на то, чтобы пойти и получить данное образование, был Джон Лансер, который учил меня праву и который учил праву нынешнего, например, министра Австралии. То есть я из-за этого пошел и стал агентом, и я считаю, что это человек, который действительно стоит на страже между Австралией и всем остальным миром. То есть он как бы стоит у ворот и пропускает. Тебя пропущу, тебя не пропущу. То есть пропускают самых лучших. Я думаю, что если бы агентов не было, если бы вообще политика миграционной Австралии была бы такой, скажем, расхлябанной, то здесь бы жило не 24 миллиона, а 240 миллионов или 2 миллиарда. Но в принципе это говорит о том, что ты видишь, допустим, название Министерства миграции и защиты границ. Да. Ты для себя видишь, в общем-то, и такую как бы этическую часть, то есть защита границ Австралии. Абсолютно. Это защита границ Австралии, это защита интересов страны. И сейчас как раз этическим проблемам уделяется очень большое внимание в кодексе миграционного агента. И, не знаю, мне кажется, в странах СНГ, то есть кто нас смотрит, у всех складывается впечатление, что миграционные агенты, ну это такие, ребята, а, такой вопрос задам тебе, такое небольшое там уточнение. Оно может быть и так, но вообще миграционные агенты исполняют, как ты уже правильно сказал, более серьезную роль. И мы регистрируемся, и мы, как бы наша организация Мара, она находится в здании департамента иммиграции, защиты границ. То есть это государственная организация, и мы работаем, как бы, под ней, это мы часть этой организации. Кстати, было интересно, мы привыкли, что это на 22, по-моему, 16, 22, по-моему, Маркет Стрит. Нет, это 26, 26 Ли Стрит. Кстати, запомните это, 26 Ли Стрит, это департамент иммиграции, на централе, да, департамент иммиграции. Если мы уже затронули вопросы профессиональной этики, что это для тебя в бизнесе вообще, и что это, как так, вещественно, ну, на каких-то примерах, значит, как для, ну, это бизнес, своего рода, миграционный агент. Вот, как ты увязываешь этику, то есть какие-то, может быть, примеры, где, может быть, этично, может быть, неэтично поведение миграционного агента. Ну, вообще, мне кажется, что быть миграционным агентом, это строить бизнес, то есть это бизнес, это не волонтерство, скажем так, в моем случае, и это бизнес с человеческим лицом. И чтобы понять этот бизнес с человеческим лицом, мне кажется, нужно сначала отучиться в Австралии. Когда я приехал сюда, ну, в Австралию, имеется в виду на каком-то бизнес-образовании, когда я приехал сюда, очень много внимания, я закончил бакалавриат бизнеса, и очень много внимания здесь как раз уделяли вопросам этики, везде. Куда бы ни пойдешь, этика в бизнесе. То есть в России такого понятия совершенно не существует. У нас совершенно нет этики, и у нас вообще, кажется, до бизнеса еще очень долго. Поэтому этические нормы в любом бизнесе, и в частности в миграционном бизнесе, они сейчас очень важны и в принципе нужны. И как раз в общем-то законы этики, я могу привести пример насчет совмещения должностей образовательного и миграционного агента. Прям предвосхищаю следующий вопрос. Да, то есть я считаю, что вот это как раз и этические нормы. И человек стоит, ну ты можешь задать вопрос вообще-то, если тебе есть. Не, ну ты продолжай, продолжай. Потому что люди спрашивают, почему не совмещаете, там, ты допустим. Ну хорошо, хорошо. Изначально, изначально это не запрещалось. И если взять темперамент и характер вообще австралийца как человека, он никогда не возьмет лишних денег. Он будет делать все по закону, раз, 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 раз. Но с приходом в Австралию очень многих иммигрантов, со ситуацией, что Австралия стала мультикультурной страной, то есть здесь стало жить очень много людей, многие люди не соблюдают эти кодексы. То есть если человек совмещает два бизнеса, и он и образовательный, и иммиграционный агент, он может сказать сначала, к примеру, если у человека какой-то иммигрант, не знаю, какой-нибудь инженер, я не знаю. И он говорит ему, так, сначала иди обучись в магистратуре, а потом вот это увеличит твои шансы на поиски работы. Это очень часто, вы смотрите в интернете, такие ситуации есть, особенно на китайском. Да практически все миграционные агенты это говорят. То есть человек, который является и образовательным, и миграционным агентом, отправляет человека, тот же пример, не знаю, Маквори-юниверсити, на большие деньги, 60 тысяч за два года, получает комиссию с этого, делает ему студенческую визу, получает тоже с этого комиссию. После этого через два года человек приходит и подается на миграцию с агентом, он получает еще, ну, за свои услуги денег. Находит жилье, находит работу, находит то, сё, как это. Да, ну то есть, я считаю, дойная корова, и поэтому я считаю, что такие бизнесы невозможно совмещать. И поэтому в кодексе про миграционных агентов по ковидцеповедению записано, что миграционный агент не может совмещать услуги брачного бизнеса. Ребята этого. Да, еще там, еще и другие, которые не могут повлиять на конфликт интересов. Так вот, многие отнекиваются от этого, и даже когда я обучался, многие ребята, которые обучались со мной, говорили, нет, ну это нормально совмещать. Ну как же это нормально? Если они бывшие, я продавал, когда они нет. Да, как же это нормально, если у вас будет реально конфликт интересов? Вы хотите заработать деньги и там, и там. Поэтому эти грани нужно разделить. Миграционный агент занимается миграционным бизнесом, образовательный агент занимается образовательным бизнесом. Поэтому, надеюсь, я ответил полностью на вопрос. Причем сразу на три. На три. Саша, вот ты видишь так называемые barriers to enter. Enter barriers. То есть, сейчас появляются препоны, они вообще постоянно появлялись, чтобы стать миграционным агентом. Я тебе могу сказать, что порядка двадцати лет назад вообще не нужны были никакие курсы. Ты сдаешь простейшие тесты, кстати, как обрадователем агентом. То есть, отвечаешь на вопросы, из какой-то попытки все это делаешь successful, 80% набираешь, платишь денежку, и ты иммиграционный агент. Потом ввели вот то, что ты сейчас делал, сертификат, градиционный сертификат. Но я хочу вообще все, да, магистратуры. То есть, ты на пути, вот тут на твоем пути сейчас, раньше было треть, сейчас две трети. То есть, надо сделать два семестра. Треть, это уже полная магистратура. Сейчас надо два делать, то есть, дипломы. Соответственно, надо будет отдать, в принципе, очень большие деньги, 34-32 тысячи долларов, потом... Да, примерно. Серьезная учеба. В общем, полтора миллиона рублей, скажем так. Да. И надо иметь пиар, нужно иметь английский уже повыше, чем до этого. Раньше вообще, кстати, не надо было его иметь. Кстати, очень странно. Сейчас надо, и сейчас эти требования повышаются. Скажи, ты считаешь, это, в принципе, это по тебе ударило, даже, даже, в более мягких условиях, когда ты получал, ну, не намного более. Это достаточно было сложно. Это хорошо или... Это хорошо. Это хорошо. А возьми. Потому что, как я уже сказал раньше, вот в этом видео, что многие считают, что профессия, вот, эмиграционного, там, агента такая, а, там, задам вопрос, давай, там, подответь, там, и так далее. наш русский, там, советский, я не знаю, менталитет, он такой, и многие люди не воспринимают эту профессию всерьез. Но, профессия эмиграционного агента, она такая же профессия, как доктора. Такая же профессия, как любого другого специалиста. То есть, это человек, который работает, в общем, в серьезной сфере, и он работает с правом. И, особенность миграционного права, что оно очень изменчивое. То есть, каждый год, каждый год, каждый полгода, какие-то изменения, дополнения, новые списки, убрали, где-то баллы добавили, какие-то... когда даже я учился, то есть, допустим, было какое-то правило, исключение к этому правилу. Исключение к исключению. Исключение к этому правилу тоже исключение. Поэтому, человек просто может запутаться, и очень часто, люди, эмигранты, которые пишут на всяких форумах, и, условно говоря, как, допустим, эмигрировать, делить за свои истории, там, от 12-го года датирования, от 13-го, может быть, 14-го, все это уже устарело. Вот, к примеру, недавно был список соло, его уже нет. Сейчас уже... А до соло еще сколько было? Я уже даже забыл. До соло очень много было раньше списков. Там, 457-я виза, там, ну, очень много, много таких, очень мелких факторов, и промо в каждом из этих факторов может влиять на то, что человек получит визу или нет. То есть, сделает он самое серьезное решение своей жизни или нет. То есть, полученную визу и эмиграцию или нет. Любая малейшая ошибка, человек ничего не получает. Поэтому, все-таки... Он теряет. Да, по книгам. Это было рассмотрение. Да, по этому рассмотрению... погоди, тогда я дадам вопрос, иначе ты уже на него ответишь. Давай. Нужен ли миграционный агент, человеку, который подается, если, допустим, да, то, ну, почему-то ты уже, фактически, ответил, но в каких случаях? Ну, я думаю, что, если вы очень внимательны, если вы очень усидчивы, если вы можете прочитать и выучить весь сайт департамента иммиграции, самые вот такие закоулки, то вам, наверное, агент не нужен. Если у вас достаточно английский язык, если вы можете сделать все сами, вам агент не нужен. Во всех остальных случаях вам агент, наверное, нужен. Но я дам пример очень интересный. Здесь в Кое учится один человек, один студент, я не буду называть его имя, у него английский, почти что восьмерки. То есть, человек сдал АЛ, с него уже семерки, но он хочет сдать на восьмерки, у него какие-то секции были восьмерки. И он заканчивает в этом году и недавно он посмотрел твой ролик насчет того, что стали изменения есть в баллах, к примеру, для бухгалтеров. То есть, ему понравилась страна, он решил остаться, я говорю, не буду называть его имя. Он знает, что теперь для бухгалтеров восемьдесят. То есть, на данный момент, то есть, все может поменяться, вот сегодня мы записываем видео, сегодня восемьдесят баллов. И он говорит, я недавно с ним встречался, он говорит, я искал, наверное, часа два информацию насчет восьмидесяти баллов, уже зная, что она есть, и я не смог ее найти на сайте департамента иммиграции. Она очень попутанная сейчас. Я не смог, говорит, найти. И этот человек абсолютно не дурак, то есть, не глупо, он учится почти что на ДИЭЧД, он сдал у него в секциях есть где-то восьмерки даже по аттесту, Айлс, и человек не может найти в эти восьмерки, то есть, 80 баллов. Где это изменено, как это изменено? Только человек уже приехал сюда, он живет уже здесь два с половиной года, то есть, он уже примерно как-то представляет, ему там понравилась страна, он изменился у меня и решил остаться, но, опять же, он не знает, где это найти. А теперь представь, человек, который совершенно вот просто решил эмигрирует в Австралию, или там просто почитал что-то где-то пару месяцев, находясь еще там, ну, как этот человек может быть абсолютно точен и уверен в том, что проходит он, не проходит, есть какие-то подводные камни подводные камни, то есть, человек может не знать этого. Поэтому каждый, я говорю, каждый шаг, он как ошибка, идешь по минному полю. То есть, иногда мне, я вообще говорю, мне пишут люди и говорят, дай мне какой-нибудь совет, дай что, ответь там на вопрос, говорю, ребят, я не могу давать миграционный совет до тех пор, как я не получу лицензию, то есть, и я уже реально финишный прямой, я получу в конце этого месяца. Но вот, пример, недавно был такой вопрос, пишет человек, говорит, я знаю, что минимум шестерки нужно по-английскому IELTS, чтобы эмигрировать. И чем больше балла, тем лучше быстрее эмигрировать. Так хватит для шестерок или нет? То есть, вот так был поставлен вопрос. Я говорю, я не хочу никого обижать, но я даже сказал, я не могу давать какие-то там советы, ну вообще, что делать, но по сути, смотри, вопрос поставлен некорректно, потому что шестерки для какой профессии, к примеру? Для какого возраста? Для какого опыта работы? То есть, это нужно вот так вот смотреть, на полном, на полном, уравнении, сколько баллов, какая профессия, спонсорство или штат, или еще. Но это нужно садиться к специалисту и действительно изучать кейс. Ну просто вот так сказать, хватит шестерок или нет, или семерок или нет, ну это не серьезно. То есть, это не совсем правильные вопросы, и на них нет ответов. То есть, вопрос должен быть по делу, и ответ должен быть по делу. То есть, для этого нужен специалист. Вот. Саша, огромное тебе спасибо. Я думаю, что надзрел следующий ролик. Я знаю, что ты едешь в Россию, краткосрочный, так как, бизнес-визит. И я думаю, что ребята, которые и в Новосибирске особенно из области, но и те, которые ребята вообще из России, могли бы к тебе обратиться за помощью, за советом, потому что к возвращению оттуда лицензия у тебя уже будет. А какие-то вопросы, я думаю, ты мог бы решить при личной встрече со своими друзьями. Мы хорошо к этому подготовимся и подготовились уже. Да, у меня уже, когда я еще буду там, у меня уже будет лицензия. Да, ребята, я, как говорится, хочу что, прошу любить и жаловать Александра Идаринко в новой ипостаси, человека, который является вашим другом, человеком, который находится в нашем проекте уже очень и очень долго, уже более семи лет. Более семи лет. И человек, который является для вас, не я, а Саша, является для вас ролевой моделью, как надо себя поставить в этой жизни и поставить в этой стране. Поэтому огромное спасибо тебе, Саша. Спасибо. И до следующих встреч. И если вам понравилось это видео, поставьте классы лайки, а также подпишитесь на мой канал и на канал Бан Астралия, а также на мою группу ВКонтакте. Ссылка находится вот здесь, в описании к этому видео. А пока, пока!